Два дня усиленной работы взаимодействия с ульяновскими компаниями по вопросам кооперации и импортозамещения. Ульяновскую область с ответной бизнес-миссией посетили коллеги из Республики Беларусь. Дружественный союз обрёл конкретную форму. Сделан акцент на развитие внешнеэкономической деятельности, реализацию инвестиционных проектов. В 2023 году Минский автомобильный завод будет поставлять колёсную технику региональному автомаркету Карго-73. Соответствующее соглашение уже подписано. Я думаю, мы сегодня обсудим перспективное направление, которое также будет внесено в протокол и будет разработан соответствующий план мероприятий, который позволит в кратчайшие сроки значительно активизировать работу между нашими регионами, что является очень важным направлением для нас. План сотрудничества рассчитан на 2023-2024 годы. Регион и Дружественная Республика будут работать сразу в нескольких направлениях. В некоторых из них уже есть видимый результат. Как отметил глава региона, в этом году первые пациенты из Беларуси прошли лечение в Центре радиологии и онкологии в Димитровграде. Это стало одним из слагаемых развития медицинского туризма. Параллельно обсуждают и другие проекты. У нас большие планы по развитию культурных связей. Мы договорились о культурном обмене. У нас очень много талантливых коллективов. Я имею в виду и симфонический губернаторский оркестр, и танцевальные группы, и наши трупы драматического театра. Сейчас составим план, согласно которому себя будем понимать деятели культуры из Республики Беларуси. В свою очередь наши коллективы поедут в Минск и другие города Республики. Также достигнуты договоренности по кооперации в авиастроении. Флагманом в отрасли является Ульяновский завод «Авиастар-СП». Планируется, что уже в следующем году необходимые детали будут приходить из Беларуси. Это позволит решить одну из важнейших задач предприятия – увеличение выпуска военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Я думаю, в ближайший год он покажет, насколько мы можем оперативно и конструктивно работать в условиях беспрецедентного санкционного давления, которое оказывается и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь. Резервы для наращивания сотрудничества есть. Работа будет продолжена. Все озвученные за два дня предложения стороны приняли. И уже достигнуты договоренности. о взаимных визитах делегаций на 2023 год.